Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу сравнить два китовых объектива Sony для их беззеркальной системы на e-байонете. Первым китом для нового байонета в 2010 году стал 18-55 мм f3.5, f5.6. Достаточно стандартные фокусные расстояния, обычная светосила, в принципе никаких сверх выдающихся характеристик он по сути своей показывать и не должен был, но оказался довольно неплохим, в общем-то, стеклом. И камеры из серии Nex комплектовались им вплоть до Nex 6. Ну а далее они почему-то решили заменить его блинозумом 16-50 мм, опять же f3.5, f5.6. Как вы поняли, этот объектив имеет складную конструкцию и уже электронное управление. Скорее всего, Sony стремились к некоторому удешевлению производства и к тому, чтобы сделать объектив более компактным, по крайней мере в сложенном состоянии. Ну и вот сегодня мы сравним эти два стекла, более старое и современное, которые на текущий момент используются как кит для, в общем-то, всех камер из 6000 серии. Посмотрим, какой из этих объективов покажет себя лучше, в каких условиях покажет себя хорошо, в каких не очень хорошо. Так уж случайно получилось, что вот как раз оба объектива оказались у меня под рукой. Я могу спокойно их сравнить и решил, что для вас будет тоже интересно подобное видео. А я напомню вам, что вы можете поддержать мой канал сейчас на Boosty, ссылка есть в описании. Потому что, чтобы оставаться максимально непредвзятым при своих обзорах, я вообще-то практически всю технику покупаю сам за свои деньги. Вообще, действительно интересная какая-то ситуация сложилась у Sony с их крупнутыми камерами на E-байонете. Владельцы их APS-C без зеркалок, таких как Nex или 6000 серия, довольствовались достаточно скупым, таким скудным набором из очень небольшого количества, хоть сколько-нибудь приличных объективов. Более-менее интересным штатным объективом, который мог бы заменить кит, стал Sony CES 16-70 мм f4. Он при этом был достаточно крупным стеклом, тоже со стабилизатором внутри и с довольно неплохой картинкой. Не выдающийся, но довольно классный, достаточно равномерный. По крайней мере, лучше, чем у китов, это точно. И несмотря на то, что он действительно был сносного качества, все-таки стекло было довольно темное. И на кропе каких-то выдающихся результатов оно в любом случае не показывало. Лишь относительно недавно сами же Sony выпустили наконец для своей крупнутой системы светосильный зум. Это 16-55 мм f2.8. На нем при этом даже красуется буковка G, относящая его к топовой серии. Но стекло получилось огромное и очень дорогое. Затем там RON выпустили гораздо более универсальный объектив 17-70 мм f2.8. Но стекло, при том, что оно действительно очень крутое, оно получилось все же огромным, просто гигантских размеров и очень сильно дисгармонирующим с крохотными тушками Sony. И дисгармонирующим я имею в виду не с точки зрения эстетики, хотя и это тоже, а с точки зрения того, как им удобно пользоваться. Очень неудобно. Ну и, наконец, в прошлом году увидел свет объектив от Sigma 18-50 f2.8. И я считаю его самым, наверное, оптимальным как раз-таки для кропнутых камер от Sony, потому что он, во-первых, компактный, во-вторых, у него оптическое качество просто отменное. И он, что очень важно, относится не к арт-серии, а к серии Contemporary. То есть он и поменьше, пускай у него, да, материалы чутка попроще, но зато он и значительно дешевле. Если бы я был владельцем какой-нибудь серьезной камеры, там, какой-нибудь Alpha 6600, я, наверное, мог бы мечтать о таком объективе, как Sigma 18-50 мм. Но я нищий, и поэтому сегодня буду рассказывать вам про самые дешевые, самые банальные китовые стекла, которые есть под Sony. Эти объективы — это было то, чем довольствовались владельцы Sony последние 10 лет. Даже если у них и были деньги, других альтернатив просто не было. Давайте для начала посмотрим на общую конструкцию объективов. Понятное дело, что 16-50, он, ну, раз в два короче, чем 18-55. При этом он на пару миллиметров пошире, если вот смотреть спереди. Но это мы говорим про транспортировочное состояние. Вот так он выглядит в выключенном виде. Если же надеть объектив на камеру и ее включить, то разница в габаритах, в общем-то, отсутствует. Они становятся абсолютно одинакового размера. Но при зуммировании почти не меняется длина объектива 16-50. При этом 18-55 значительно удлиняется. То есть вот они тогда уже действительно отличаются, ну, опять же, на чуть больше, чем, наверное, полтора сантиметра. Ну, даже двух, наверное, тут нет сантиметров. Веся у них отличия тоже не очень большие. 16-50 он весит 116 граммов. 18-55 весит 194 грамма. Разница всего лишь 78 граммов. Но при этом не надо забывать, что и конструкция блинозума выглядит такой более хлипкой и пластиковой. Оба, в общем-то, дребезжат. Если их потрясти вот таким образом. Разные звуки. Здесь более громыхающий. Но это внутри у них оптический стабилизатор есть. То есть линза там просто жестко не закреплена. И, в общем-то, это нормально, то, что они так звучат. Но при этом у 16-50 немножечко люфтит колесико, отвечающее за зум. В то время как у 18-55 оно максимально плотно подогнано. И очень плавно двигается. Как и колечко фокусировки, которое тут также отдельно есть. Поэтому у 18-55 тубус выдвигается линейно. То есть без каких-либо движений взад-вперед. Что, в общем-то, бывает нечасто у зумообъективов китовых. Обычно там конструкция такая, что он взад-вперед двигается. А здесь строго выдвигается, задвигается. Все, никаких скачков длины нет. У 16-50 же немножко на пару миллиметров двигается при зумировании туда-сюда тубус. Но, в целом, опять же, мало меняется в размерах, как я уже показал. Кстати говоря, у него сбоку еще есть дублирующий слайдер. То есть колесико и слайдер имеют инерцию. Скорость изменения фокусных зависит от силы воздействия. То есть если ты со всей дури, допустим, слайдер отклоняешь, то очень быстро перемещается. Ну или резко колесо крутишь вот так. А очень быстро тогда перемещение происходит. Если плавно, то очень медленно. И опять же со слайдером такая же история. Есть у него степени нажатия. Как видите, у обоих объективов байонетные крепления металлические. Передний элемент больше у 18-55. Диаметр светофильтра тут 49 миллиметров. И предусмотрена, кстати говоря, возможность установки бленды. Тут есть для нее крепление. У 16-50 диаметр светофильтра всего лишь 40,5 миллиметров. Такой крайне нестандартный причем размер. Возможность установки бленды тут отсутствует, конечно же. Хотя как раз блинчик и показал себя как склонный к ловле боковых засветок. Но я забегаю немного вперед. Плюс, если объектив этот надет на камеру, который блин на зум, ему требуется при включении время, чтобы прийти в рабочее состояние. Ну, примерно, я не знаю, секунда, наверное. Вот я нажимаю. Вкыл-выкыл, вкыл-выкыл. Вот он, я не знаю, секунду где-то потратит на изготовку. 18-55 ему не требуется включиться, разложиться, еще что-то сделать. Он сразу же готов к съемке. То есть сразу, как только ты включил камеру, можно уже снимать. И, естественно, он будет стартовать с того фокусного расстояния, которое ты заранее у него установишь. И не надо будет начинать с эквивалента 24 миллиметров, с которого, в общем-то, 16-50 начинает. В работе, как вы поняли, старое стекло оперативнее, чем блин на зум. Потому что, если ты его включил, сразу же, допустим, там вот тут 35 поставил, или там 28, или 24, все, и погнал. А на том объективе придется подождать, пока он включится, а потом еще добиться того фокусного расстояния, которое тебе нужно. Ну, а теперь давайте расскажу, как эти два объектива показывают себя с оптической точки зрения. Сразу же оговорюсь, что для того, чтобы было проще их обозревать и проще сравнивать, в общем, упростил я немножко показатели, на которых их сравнивал, то есть унифицировал настройки. К примеру, все снимки я делал просто на диафрагме f5.6, потому что, во-первых, эта диафрагма оптимальная для них, потому что, ну, на меньшее они хуже себя показывают, на большее уже там дифракция начинается. f5.6 — это золотая середина. Плюс для обоих стекол это максимальное значение, то есть когда я менял фокусное расстояние, можно было при этом не беспокоиться, что у меня вдруг станет объектив темнее и закроется диафрагма. Ну и 16-50 мм имеет на старте более широкое фокусное расстояние. Я все-таки сравнивал стекла, начиная с 18 мм, чтобы на широком углу было с чем сравнить. Естественно, дисторсии и показатели на 16 мм будут значительно больше, чем на 18, если мы сейчас уже дойдем до теста про дисторсию. Также, как вы поняли уже, наверное, по тушке, которая вот сейчас фигурировала у меня чуть ранее в видео, тестировались объективы оба на камере Sony NEX6. И в камере я включил все корректировки, которые программно она сама производит. В частности, и исправление дисторсии, и исправление хроматических аберраций. Для теста я, естественно, когда сравнивал объективы, отключал исправление дисторсии. Но исправление хроматических аберраций я обязательно всегда оставлял, потому что смысла большого смотреть на то, есть там хроматические аберрации или нет, я не вижу, например. Потому что камера прекрасно справляется с их исправлением даже в RAW-файлах, без какого-либо моего вмешательства. Они при этом все равно немножко иногда остаются в некоторых сложных особо условиях. Вы должны прекрасно понимать, что на китовых стеклах темных всегда есть хроматические аберрации. И оба стекла грешат ими, они у них присутствуют, если отключить корректировки. В этом тесте я все-таки в первую очередь хотел посмотреть, как оба объектива искажают перспективу, как на разных фокусных они склонны, допустим, к боковой засветке или же нет, какого качества у них бакешка и какая у них резкость. У 1650 на 18 мм бочкообразные искажения очень жесткие. У 1855 бочка не такая суровая. На 16 мм у 1650 дела, конечно, еще хуже, как я уже говорил. Но в обоих случаях профиль объектива успешно исправляет эти недостатки. На 35 мм ситуация противоположная. У 1650 очень ровная картинка, ну, дисторсии буквально практически нет. У 1855 же появляется уже выраженная подушкообразная дисторсия. На максимальном фокусном для 1650, собственно, 50 мм, лишь незначительно искривляется картинка. 1855 же на 55 мм сохраняет. Тот же уровень подушкообразной дисторсии, ну, по крайней мере, хуже не становится. Для меня, в целом, важнее, как объектив ведет себя на эквиваленте фокусного расстояния 28 мм. И в данном случае 1855 показывает себя значительно лучше. Теперь посмотрим на боковую засветку. Я сделал фото с одного ракурса. Тут мне больше хотелось посмотреть на детализацию в середине кадра. И при этом я случайно выявил, что у них по-разному работает просветление. 1855 на широком положении, чист, никаких бликов я не поймал здесь. 1650 при этом некрасиво засветил угол кадра. Ну, а на максимальном приближении 1650 имеет очень мыльные края объектов. 1855 же при приближении показывает очень чистую и четкую картинку. Также я сделал несколько снимков с близкого расстояния каких-то объектов для того, чтобы посмотреть, какой будет у объективов микроконтраст и как будет отображаться вне зоны резкости размытие. У 1650 на первом примере совсем кошмарный микроконтраст. На лепестках есть двоение и картинка очень мыльная. У 1855 тоже не все идеально. Видна, например, циановая кайма на краях лепестков. Но резкость и микроконтраст намного выше. Сделал еще фото засохшей ягоды шиповника на широком углу. Тут сам объект вполне резкий у обоих. Размытие чуть-чуть приятнее у 1650. В боке менее нервное. Но на 50 мм 1650 выдает абсолютно никчемный результат. Опять мыльновато, прямо скажем, и плохая детализация. 1855 же показывает отличную макрокартинку с большим количеством мелких каких-то деталей и очень сносным микроконтрастом. Ну и куда же без фотографии лэп, если мы смотрим на детализацию и резкость. На 18 мм 1650 вполне пригодного качества сделал снимок. 1855 лишь немного более четкий. На 28 мм, в середине спектра фокусных, оба объектива создают максимально похожий результат. В обоих случаях все в общем в порядке с резкостью объектов. А вот на 50 мм 1650 делает такое мыльное говно, что страшно смотреть. В то же время 1855 просто прекрасен и можно увидеть даже самые мельчайшие чешуйки краски отваливающиеся или болтики на этих линиях электропередач. Ну что ж, подведем некоторые итоги. 1855 мм, на мой взгляд, хоть и более старый кит, но показывает себя до сих пор молодцом. Он удобен в управлении, цена на него на вторичке сейчас вообще ничтожная. При этом он генерирует отличного качества картинку, с хорошим микроконтрастом, с приятной резкостью, не ловит сильных каких-то засветок, блики ему не особо присущи. И у него крайне небольшая дисторсия на широком углу. Это очень для меня важно. Ну а Блинозум 1650 мм, которым до сих пор Sony комплектует все свои беззеркалки и по сей день, в общем-то, он стоит даже на вторичке гораздо дороже. Раз в два, наверное, его цена больше, насколько я понимаю, в последний раз, когда я смотрел, по крайней мере. И при этом у него качество изготовления прилично хуже, гораздо более пластиковый он. И он крайне неудобен для фото. Для видеосъемки, может быть, еще худо-бедно годится, но для фото мне он прям совсем не понравился. У него на широком углу очень сильно выраженная дисторсия. Причем на 16 мм она вообще очень страшная. На другом же конце, на максимальном зуме, он создает очень мыльную картинку, прям до омерзения плохую. И к тому же он склонен к ловле бликов и боковых засветок. Очень сильно теряет контраст в контровом свете. Попросту говоря, 16-55 мм – это кусок говна. Надеюсь, мой краткий обзор сравнения этих объективов окажется для вас полезен. Так что не забудьте на канал подписаться, чтобы не пропустить новые видео. В комментариях также напишите, что думаете по поводу того, что я тут сейчас изложил. Ну и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok